МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Закончились долгие трехдневные выходные. В эфир выходит хроника городских происшествий, программа «Сканер». В студии Максим Ивановский. И вот главные темы сегодняшнего выпуска. Не улетели. В поселке Кимчан разбился самолет. Есть погибшие. Без вести пропал. В Преамурье все еще не нашли главу поселка Новобурейский. Кто отличился за рулем в нашей сводке аварии за минувшие выходные? Авиакатастрофа произошла рано утром на окраине поселка Кимчан. Пассажирский самолет Ан-2 разбился сразу же после взлета. Воздушное судно летело в Хабаровский край. На борту было два человека, члены экипажа. Спасти удалось только одного пилота. Второй погиб. Спасенному пилоту оказали медицинскую помощь. Мужчина отказался от госпитализации. У самолета отказал двигатель. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Пилот пытался посадить судно, но не дотянул до взлетно-посадочной полосы 600 метров. Ан-2 принадлежал компании «Зодиагруп» города Владивосток. И находился в аренде у авиакомпании «Даль Транс Аэро». Поиски главы поселка Новобурейский прекратили. Главу населенного пункта искали трое суток. 39-летний Андрей Новокрещенов пропал 2 ноября. Днем позже его автомобиль обнаружили сгоревшим на федеральной трассе «Амур» в районе села Далдыкан Бурейского района. Родственники мужчины обратились в полицию. На поиски главы поселка из Благовещенска в Бурейский район направились 10 спасателей и 2 кинологических расчета Амурского поисково-спасательного отряда. За три дня поисков найти Андрея Новокрещенова спасателям не удалось. Поиски мужчины уже прекратились, сообщили в МЧС, не назвав причину. Тем временем в разных источниках распространяют информацию, якобы тело Андрея Новокрещенова нашли со следами насильственной смерти. Официально эту информацию не подтвердили. По факту пропажи человека полицейские возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ну а прямо сейчас перейдем к ситуации на дорогах. За три выходных дня в Благовещенске и Благовещенском районе произошло более тысячи нарушений правил дорожного движения. Большая часть из них касалась непристегнутых водителей и пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. Не обошлось из бездорожно-транспортных происшествий. В 58 ДТП 6 человек получили травмы. Подробнее о некоторых авариях прямо сейчас. Поезд и автомобиль встретились на железнодорожных путях накануне. ДТП на железнодорожном переезде произошло недалеко от станции Березовский-Восточный в Ивановском районе. Водитель УАЗа проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на железную дорогу. В это время по ней двигался поезд, который помял УАЗ «Патриот». Затормозить состав не успел. В результате ДТП никто чудом не пострадал. Еще один неравный бой произошел в Благовещенске. На этот раз на дороге встретились легковушка и грузовик. Оба автомобиля двигались по улице Зейской. Но на перекрестке в районе Калинина остановились. Да так близко друг к другу, что разнимать авто пришлось аварийным комиссарам. Обошлось без пострадавших. Будьте внимательны, а иначе попадете в просаг, как участники этой аварии. Водители не подрасчитали возможности своих авто. ДТП произошло возле дома по адресу батарейная 15. Тойота ВИЦ выезжала с парковки задним ходом и не заметила рядом стоящую Тойоту Королла. Столкновение оказалось не слишком сильным. Машины участницы аварии отделались лишь легкими вмятинами. Теперь их ждет ремонт. На железнодорожном вокзале города Тында задержали жителя Бурятии. У 39-летнего мужчины в ходе досмотра сотрудники полиции изъяли сверток с гашишем. Вес наркотического средства составил ни много ни мало 40 граммов. По словам подозреваемого, сверток он хранил для личного пользования. А наркотическое средство изготовил из дикорастущей конопли, кусты которой обнаружил на родине в Бурятии. Мужчина находится под подпиской о невыезде. По факту перевозки гашиша полицейские возбудили уголовное дело по статье «Незаконное изготовление и перевозка наркотических средств». По ней подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Возгорание произошло в одном из бараков по улице Фрунзе, 23. По словам очевидцев, в четвертом часу утра неизвестный поджег коврики в их доме и разбил окно. Горе-поджигатель успел скрыться на автомобиле. Возгорание удалось потушить быстро. Серьезно, огонь ничего не повредил. Жильцы дома уверены, что злоумышленник перепутал их дом с соседним бараком, который стоит на очереди по расселению из ветхого и аварийного жилья. Якобы таким образом оттуда хотели выселить оставшихся жильцов. Специалисты выясняют причины возгорания. Полицейские проводят проверку. Очередная кража произошла в одном из торговых центров Благовещенска. Жертвой стал один из покупателей, который оставил кошелек на вешалке с одеждой. Один из посетителей магазина не растерялся и решил воспользоваться ситуацией. Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как неизвестный мужчина присваивает чужой кошелек себе и покидает отдел. Там его ждут еще два товарища, после чего троица выходит из торгового центра. Хозяин кошелька обратился в полицию. Правоохранители проводят проверку и устанавливают личность человека, забравшего чужую вещь. Видеоматериалы предоставлены компании «Экспертно-правовой центр». Реальная помощь при ДТП на загородной 171-Б города Благовещенска. Ну и по традиции напомню о том, что если вы становитесь свидетелем каких-либо происшествий, снимайте все это на видео и присылайте нам в Инстаграм Директ. Ну и конечно же помните, что ваша безопасность прежде всего в ваших руках. Сканер Альфа ТВ РУ